Всем привет, ребят! С вами Алексей24. Мы продолжаем проходить игру похождения Ларри, Ларри Мокрой Мечты. В принципе, мы сейчас находимся в тюрьме в предыдущей серии. Все подробно было показано, что, где и зачем. А сейчас я поговорил с этим трансвеститом, но я не повзаимодействовал, короче, ни с чем. То есть, я нажимаю среднюю кнопку мыши, начинаю взаимодействовать. Не трогай, она святая, просто боготвори ее и ничего больше. Ясно. Так, это что? Знаешь, я пытался создать свой парфюм. Золотой дождь. К сожалению, вышло не так, как я планировала. Можешь забрать эту отвратительную штуку. Золотой дождь, блин! Это игра очень такая, блин. Ну, реально, не для маленьких. Так. Опять я что-то взял. А что у меня здесь? Вантус? Духим? Гирлянда? Гирлянду взяли. Ты знаешь, я прятал кучу времени и сил. Украшает им место. Не переживай, скоро ее верну. Так. С этим френом мы говорили. Так, а может быть, надо какие-то предметы преобразить? Например, вот это. А первым делом для вантуза нужно найти ручку. Так, ладно, с предметами. Он ведет оружие. И я представить не мог. Кто однажды буду смотреть на мир из-за решетки. Ну, всякое бывает, братан. А, так вот, где мы находимся. Свисток. Кто-то потерял свисток перед полицейским участком. Кто бы это мог быть, ё-моё? Ну, наверное, какой-нибудь полицейский. По-любому. А, ладно, мы посмотрели. У нас теперь есть свисток. Плохая идея. Посмотрим, хватит ли громкости. Значит, сюда надо было свистнуть. Ну и что? Эй, что за шум? Моя сокамерница настаивает на личном досмотре. Точно? Я уже сто лет этого жду. Что опять ты? Как? Смея довольна. Насколько я знаю, вы двое можете сами обо всем позаботиться. Так, эээ... Ничего. То есть, короче, он досматривать не хочет. Придется делать это самому. Эй, подружка. Тогда я тебя обыщу. Так что пирожок мой постарайся как следует. У тебя есть право хранить молчание и... Эээ... Хе-хе. Так. Все, что ты попросишь, может быть извращено и попадет в психотворение. Бывали свидания и похуже. Эээ, офицер, у нас там дубинка или просто рады меня видеть? Как это открывается? Осторожно. Это приклеено простым клеевым пистолетом. Вот это размерчик. Эй, пройдоха, я дева. Ты кинь, я тоже по зодиаку. Хе-хе. А руки у тебя холодные, такие влажные и... А это что? Ой, как же это туда попало. А так, несрочно нужно вымыть руки. Мне нужен перерыв. И я очень хочу обо всем забыть и побыстрее. В смысле? А, нам дали огурец. Огурец, наверное, надо вместо палки использовать. Огурец с присоской. И куда он нам? В унитаз, что ли? Нет, не в унитаз. Ладно. Раз в унитаз это не подходит, давайте думать логически. Так, открываем. У нас есть вантус с присоской. У нас есть духи. У нас есть нить света. Есть свисток. Свисток мы уже использовали, ладно, я понял. Так, зачем мне духи? Непонятно. Нить света, гирлянда. Но мы ее не использовали никуда. Значит, она что-то вроде веревки. Так, ладно, давайте пробуем предметы тупо соединять. Ладно, не надо. Так. О, что-то соединилось. Теперь вантус на веревке. Значит, надо его куда-то бросить. Ай, дайте посмотрим, куда его можно бросить. Так. Можно его бросить. Я мог дотянуться, но у меня нет печати. Так, это что? Он не позволит заманивать себя обратно. А, так. Привет, Пай. Похоже, она меня не слышит. Ну, по идее, либо сюда, либо сюда, либо сюда. Надо, короче, вантус кинуть, я так понимаю. Давай сюда попробуем. Я так не думаю. А сюда? Пойнкс. Привет, Пай. Чем могу помочь, Ларри? Кучала по мне. А-а-а. Мне нужно отсюда выбираться, я ни в чем не виновен. Звоню твоему контакту, лечусь случайных ситуаций. Ричарду какому-то... Подождите, мой контакт для этой ситуации он сам занес, когда... Ладно, проехали, главное выкачь меня отсюда, и не важно как. Привет. У тебя совершенно случайно нет опыта с огурцами. Блин. Я в тюрьме. Ларри? До тебя добрались? Я застрял в камере, и никто мне не может помочь. Ларри, мне жаль, что я тебя так подставил. Смея должок, я тебя оттуда вытащу. Ларри? Прежде чем ты что-то скажешь, я хочу извиниться. Да что? Я пошел с тобой на свидание в адскую пешку, и был так счастлив. И думал, что с Лэнсом покончено, но потом в темной комнате... О, не волнуйся. Спасибо тебе за спокойствие и за понимание. Все потому, что мужики меня не интересуют. Прости ты. Ты гейтера? Так как же мы совпали в тимбере? Покресса готов, что в профиле указано бисексуал, пацаны и селф сказали, что это заводит. Ох, Ларри, ты мне нравишься, отныне мы друзья, но без секса. Ясин перец. Кажется, я до сих пор должен тебе фотку, сейчас пришлю. Уверен, она поможет тебе найти ту самую девчонку. Спасибо, сейчас же поставлю. А, Ларри, еще кое-что. Насчет Лэнса. Я понял, что он как раз для меня пора завязывать со свиданиями. Так что-то не так, он не заговаривает со мной в само происшествие и заблокировал меня. Может быть, ты с ним поговоришь. Я из-за Лэнса могу веревки бить и сделаю, но с одним условием. Ты поставишь мне высший балл в тимбере. Мне это нужно, чтобы заполучить истинную любовь. Фейт. А, я и так собирался сделать, мы ладно, договорились. У Лэнса проблема в публичной демонстрации наших отношений и собственной ориентации. Думает, это поставит его в неловкое положение. Если бы он так не трясся над чужим мнением, я бы с удовольствием с ним зашелся. Как ты можешь так открыто об этом говорить? Никогда не стеснялся. Однажды я вдруг понял, что женское тело меня вообще не заводит, а мужское еще как. У-па! Ну, опять же, рок-идола вроде Леди Гоги и Мака Поршнева помогли мне воспринять все более... То есть мне нужно было просто объяснить Лэнсу, что он любит не женщин, а пенисов. И научить его верить в звездных геев. Что? Я немножко не об этом. Ну, что есть нельзя же просто. Без проблем, считай, все сделано. Я не только отличный любовник, но и прекрасный сводник. Нужно было попросить кого-то еще. Ларри, у тебя новое предложение в Тимбере. Падение и снова подъем. Дамочки Ларри, Лаффер вернулся. Фейт, скоро будем вместе. Что? Полицейский отдал мои вещи, но часть пропала. Откуда взялись? Не мои вещи. Какие не мои? Мне вот что-то интересно стало. Карта посетителя тренажерного зала. Какая-то хренатень. Не, ну лифчик-то он это. И вот эта хрень со мной. Мака. Я не помню, что она у нас была. Карта тренажерки. Так, понятно. То есть, сейчас, короче, произошел вот такой диалог. Ну ладно, будем двигаться дальше. Так, ладно, я не знаю почему. Ларри, что ты сделал в клубе? Было темно, и я был пьян. Большое спасибо. Что? Ты нас однажды здорово выручил. У Эрин большое будущее, благодаря ей и у нас. Я вижу ее звездой на Аллее Воли. А эта групповуха в темной комнате, это просто безумие. А безумие, это хорошо. Народ валом валит к нам, когда весь город увидел твои проделки с горгулей. А, класс. В общем, руководство поручило мне выдать тебе этот небольшой знак нашей признательности. Подарочный сертификат? Спасибо. Минуточку, он еще написан на коже. К несчастью, я не могу это комментировать. Держи ухо в астрон. Ладно, я пошел в клуб. Листовки. Это не заполнилый контракт на стажировку. Похоже, они усердны еще таланты во всех областях. Я не знаю, зачем я это взял. Контракт стриптизера-стажера. Талон на кожу. Я так не думаю. Он работает только с вип-билетами. Зона пошел. Я не знаю, зачем я приперся в стриптиз-клуб, но... Ну, что-то здесь можно сделать. Так, а горгуля? Ой-о-о. Какого отрубленная рука? А мне взять, что ли, надо? Нифига себе, взял так спокойно отрубленную руку. А это просто резиновый кулак. Кулак резиновый, он для чего? Не спросить. Так, что здесь? Резиновая кукла. Почему она выглядит очень знакомо? Да ты, наверное, с ней это просто отдыхал. Эй, она сломана. От откуда знаешь, что уже попробовал, что ли? Так, тихо. То, что мне взять. Что-то забило фонтан. Я не могу прочистить его голыми руками. Стоп, а у меня же вантус есть голыми руками. Вантус. И можно прочистить фонтан. Ну, в принципе, логично. О, смазка потекла рекой. И снова пошли пузырьки. Превосходно. Фонтан со смазкой. Мои руки не надо смазывать. По крайней мере, пока. Кстати, появилась какая-то фигня. Смазанное обручальное кольцо. Очень-очень скользкое. Да и что вытаришь? Он сказал, кукла сломана. Вдруг мы сможем ее заклеить? Рука. Да, кстати. Куклу можно заклеить. Одна дырка заделана, короче. Все зашибись. Так, подожди, я не вижу. Отремонтирована надувная кукла. Зачем она мне? Не знаю. Ну, возможно, дальше прохождение где-то понадобится. Ладно, я ухожу отсюда. Мне кажется, в данной локации я собрал все, что можно. Ну, может быть, все, что можно. Так, идем. Решетчатое окно. Пилашка, это ты? А так, как тебе удается все время забираться туда? Ты когда-нибудь слышал о тайных проходах? Ты о той части тела, где я нашел у тебя огурец? Нет, я запутанный сети туннелей под новым Алоха Вегасом. Предположительно, основатели привозили по ним всякую всячину. А с времен сухого закона, как ты понимаешь, они были особенно популярны, но ближе к концу 20 века их забросили и предположительно там возили только грязное белье на глажку. С тема подземных тоннелей? Как все сложно. Я дам тебе свои записи, тыковка, и ты мне... Так, главное найти вход, следуемые указаниями. Отлично. Мы теперь получили... Я не понял ничего про тайный ход, но у меня есть теперь зеркало. Ладно, я как понимаю, отсюда лучше сваливать и искать прохождение дальше. Ларри, у тебя новое совпадение в Тимбере. А Тимбер смотрим. Кристина Полеева, 24, Пападос. Я не знаю, зачем я это делаю. Ладно, входим. Так, а что здесь? Ладно, пошли к ярмарке с аттракционами, посмотрим, что здесь нового поменялось. Так, нашего дружка здесь нету. Так, ну, по идее... Робот-медведь. Нет, ближе я не подойду. Нет, вроде пока ничего нового я не вижу. Что с тобой случилось? Ларри, твоя листовка открыла мне глаза. Один, 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 один. А они не хотят, чтобы мы думали самостоятельно. Они пытаются манипулировать нашими мозговыми волнами с помощью смартфонов полностью контролировать наши жизни. Но с этим ничего не поделаешь. Проснись, овечка. Вот что значит. Постарайся, чтобы они тебя не похитили. А че он мне дал? Алюминиевая фольга. Ну, в принципе, я больше не вижу действий, какие можно здесь совершить. Уже побегал по всей карте, короче, не знаю, что делать. В общем, еду обратно в первую локацию, в бар, и поговорю со своим дружище. То есть, начнем от истоков, где начинали играть. Эй, Ларри! Эрин съехала. Она оставила тебе на вершину посылку. Посмотри, как будет возможность. Да ладно. Ну, пошли, посмотрим. То есть, в принципе, двигаемся мы в правильном направлении. Я имею в виду по прохождению. Мы пока еще не запутались. Итак, где эта посылка? Вопрос. Коробка среди... Это должен посылка, который говорил о Лефте. Посмотрим. Здесь письмо от Эрин. Дорогой Ларри. Спасибо за все. Ты помог моей карьере взлететь. Родители будут мною гордиться. Внутри ты найдешь новый продукт, сделанный по моему образу. Ты чего, по-твоему? Надеюсь, ты с ним повеселишься. Хе-хе-хе-хе. Пожалуйста, позабудься о моей клубнике. Ну, с любовью, Эрин. Ну, клубник это, который на подоконнике у нее растет, как бы. Это не то, о чем вы подумали, ребята, реально. Йес! Мне нравится его вот этот жест. А теперь машинку можно забрать. Я не знаю, зачем она мне может пригодиться. И это заберем. Что еще можно здесь взять? Вот этот штаб. Это может пригодиться только для соревнований. Пожалуйста, не поддавайтесь на нас в суд. Так. Можно выключить. Романтично. Хе-хе-хе. Так, ну, в принципе, здесь ничего нету. Можно уходить. Окаменелось. Для которого притронуться, люди по его виду, я до сих пор могу быть какие-то древние вене... Не венерические болезни. Ой, блин, еле прочитал. Так, ладно, выходим, короче, отсюда. Я думаю, здесь делать нечего. Все-таки я приехал к Лефти поговорить с ним. Может быть, какие-то новые диалоги откроются. Что я могу ли тебе сделать, Ларри? Ну, так, комната есть. Я был в тюрьме. Тебе доводилось слушать? О, тебе доводилось слышать о секретной системе тоннелей под новым Алох Вегасом? Да, ходит такой, слушал. Говорят, что знаменитая банда подкопалась под половиной города в 20-х годах. Наверное, это лишь городская легенда, как доступное жилье. Когда я менял трубы в задней комнате, то не стал глубоко заходить в туннели. Я был в тюрьме. Это может быть. Ты можешь попасть в тюрьму за копирование компьютерных игр. Ну, ээээ, слышал о подобном. Я не понял еще раз. Доходят в ушок. Это я читал. То есть он мне что-то сказал про свои трубы, короче, про прачечную. Пойду-ка я туда вернусь. Может там сейчас что поменялось? Типа, говорит, глубоко в туннель, говорит, не уходил. Здесь ничего. Корзина для одежды. Каинственный туннель. Я ни за что несусь в туннель, не зная дороги, кто знает, что там рыщет. Короче, я туннель нашел, только я не знаю, как фото заставить лезть. Поводить-ка течет. В трубу коктейльчик идет. Не животных идут на убое. Просто расслабься и попадешь домой. Это было ручное зеркало. Таинственный туннель. Ну погнали. О, подземная река. Нет, канализация. Крыса плывет в канал справа. А куда двигаться мне? Налево, куда несет мертвого крокодила. Здесь воняет, как от носка Лефти. От того, который он две недели назад. И с тех пор таскает, что... Здесь развилка. Слева пустая бивная, передо мной соломинка. А справа видеокассета с надписью «Сумасшествие». Я пойду... Прямо мимо соломинки. Становится немного светлее. О, янтарная комната. Ага. Неважно. Фейт могут впечатлить только 90 очков в тимбире. Я наткнулся на троллю. Он злобно смотрит на меня. На полу кубик. 12-ю гранями. Топор. И полупустой пакет молока. И я. Возьму топор и разрублю тролля напополам. Топор разрубает тролля прямо посредине. Мертвый тролл выглядит удивленным. Топор разваливается на части. Ну что ж, пора дальше. Следующий перекресток. С левой земли торчит перископ японской подводной лодки. Передо мной стоит памятник неизвестных прошлых шуток. Я справа на крутом склоне «Шезлонг». И я. Поудобнее устраиваюсь в «Шезлонге». Упс. О нет, ты не мог. Какого дьявола вы там теперь шумите? А тебя сюда опять занесло? Этот город полон психов. Хочется сидеть там. Так. Этот плакат действительно так ценен? Мещетнин, ты дискретировал леди Гогу, а она богиня. Что? Если у твоего бога идеальный пикерфейс, он умеет скакать на дисках шестах, любит прочные романы и встает на колени у дырок в туалетных кабинках, то да. Да, такой богиня мог бы пристроиться. Аминь, сестра. Это чрезвычайная ситуация. Так что у тебя такое важное? Я пришел тебя спасти. Это очень мило, но во мне уже спасать нечего. Тебе разве не надо на работу или куда там? Ох, дорогуша, я свободная художница. Работаю, когда захочу и с кем захочу. А чем конкретно ты занимаешься? Контрабандой огурцов? Это просто хобби, нет, пампушечка, я в любовном бизнесе. Работаешь в секшопе старой вредной бабулькой? Ха, еще чего, я профессиональнее этого. А, то есть проститутка. Буду считать это комплиментом, но нет, я просто свожу людей. А теперь знаю, ты бордель маман. Да нет же, кретин, я женю пары. У тебя мозг так же запылился, как гениталии. Трансвестит может официально обвинить людей мужем и женой, а еще женой и женой и мужем, мужем и мужем. Свобода! Обладать до чего дошел прогресс. Странно, где так свободно подходят к браку настоящие сральники. Кажется, потерял часы во время личного досмотра. В проказе ты просто хочешь повторить. Ой, погоди, я совсем забыл. У меня уже не было часов. Как всегда, снова сбежавшая невеста. Ой, глянь, только на время, мне пора. Ладно, я зайду позже. Ну и к этому моменту у нас серия с вами подошла к концу. Мы продолжим и увидимся в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...